10 сентября в единый день голосования жители Кубани будут выбирать депутатов законодательного собрания Краснодарского края 6 созыва. Если в день выборов вы не сможете попасть на свой избирательный участок, проголосовать можно будет по месту пребывания. Что для этого необходимо сделать, смотрите в первом материале выпуска. Для того, чтобы проголосовать не по месту прописки, а непосредственно на том избирательном участке, на котором будете находиться в день выборов, нужно обратиться в территориальную избирательную комиссию, написать там заявление и получить на руки отрывной талон. С ним и паспортом вас будут ждать на указанном вами избирательном участке. Вся процедура занимает не больше пяти минут. В день выборов я буду работать рядом с избирательным участком 42-14. И поэтому проголосовать, я считаю, что это очень важно. Каждый гражданин обязан проголосовать, отдать свой голос. Поэтому я решила взять отрывной талон, чтобы проголосовать на избирательном участке Славянский на Кубани. Так как сама я прописана в Красноармейском районе, а пасть туда в день выборов не смогу. Заявление с 26 июля принимается в территориальных избирательных комиссиях. Кроме этого, с 30 августа по 4 сентября отрывной талон можно будет получить в участковых избирательных комиссиях, а также в МФЦ. Были внесены изменения в законодательство, в федеральный закон номер 67 ФЗ и отменены открепительные удостоверения. Поэтому на сегодняшний день для того, чтобы облегчить участь избирателя, чтобы ему не ездить за открепительными удостоверениями, он может подать заявление как по месту жительства, так и по месту нахождения. Если наш избиратель, допустим, находится на сегодняшний день, допустим, в Крыловском районе или там в Армавире в командировке, он может подать там заявление, нам сообщат о том, что он будет голосовать там на каком-то избирательном участке, а мы списка у себя будем исключать. На сегодняшний день заявление написали 44 человека. Стоит отметить, что воспользоваться избирательным правом и голосовать по месту пребывания можно только внутри своего региона. Если это, допустим, не наш округ, он получит только один избирательный бюллетень по краевому округу. А если он будет находиться на территории, допустим, нашего муниципального образования или нашего одномандатного Азовского одномандатного избирательного округа номер 22, он получит два избирательных бюллетеня. Но некоторые избиратели или избиратели, где проходят у нас выборы, мы сказали, вот я назвал, это у нас Голубая Нива, Забойское сельское поселение, Протокское сельское поселение и Арисовое сельское поселение, там получат по три бюллетеня. И также получат по три бюллетеня, это на четырех участках, у нас вот по Маевскому двухмандатному избирательному округу, это Маевское поселение, два избирательных участка и первый, второй избирательный участок города, там тоже будет по два избирательных бюллетеня. А на первом участке, поскольку у нас еще избирается депутат по одномандатному избирательному округу, то каждый избиратель получит аж по четыре бюллетеня. Поэтому будет два бюллетеня по ЗСК, один идти по Маевскому двухмандатному округу и по городскому одномандатом избирать могут. Территориальная избирательная комиссия работает ежедневно с 9 до 18 часов. В субботу-воскресенье с 9 до 13. Прерыв в будние дни с 13 до 14 часов. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александр Тимовская. Программа «События».